Всем привет, дорогие зрители! С вами Мистер Шпилкис и мы продолжаем первый сезон выживания в кошмарной зоне в мире зомби-апокалипсиса игры State of DK 2 Juggernaut. В прошлой серии произошло много интересных событий и самое главное событие мы с вами переехали на новое место. Я решил не переезжать на самую большую базу в округе Дракер, да, она у нас находится вот в этом месте. На нее мы с вами еще успеем переехать обязательно, но давайте мы, наверное, как-то поэтапно повыживаем на карте. Я думаю, что это правильное решение и решили мы с вами занять вот это местечко. Так, какое? Вот это. Вот здесь мы с вами находимся. Это какая-то стоянка трейлера или что-то такое, в общем, или какой-то ресторанчик, что-то такое. Сходили на одно из чумных сердец, пользовались радиокомандой, которая призывает к нам каких-то наемников, крутых ребят, которые помогают разбираться сердцем, но в итоге непонятно было, что они нам дают. И уже, я думаю, внимательные зрители успели заметить, что у меня появился таинственный торговец. Да, друзья, у меня есть таинственный торговец, и я уже к нему съездил, и я кое-что у него уже приобрел. Поэтому мы с вами, наверное, сначала кое-что сделаем и отправимся далее. Планов куча. В общем, нам нужно много ресурсов, в частности строительных. Нам нужно где-то полутаться. Можно вызвать торговца. Я в итоге на базе. Давайте покажу вам. В итоге достроился склад, да, все с ним в порядке. Можно что-нибудь в него поставить, можно не ставить. В общем, пока не критично. Здесь у меня запустились какие-то бафы, апгрейды, что-то я там делаю. В общем, потихонечку база живет своей жизнью. Но единственный момент, что, наверное, мы с вами не будем играть за Вилли, как бы нам этого не хотелось. Это было бы... Кстати, потому что его нужно покачать. Но также... Подожди. Я думал на прозрачность со стеклом. Жесть. Взял, закрыл. Но я бы взял, наверное, все же Итана. Потому что Итана нужно добить до чего? Добить его фехтования до конца. Это очень важно. Два фехтовальщика в команде. Это будет очень здорово. Также в прошлой серии мы с вами пригласили к себе в группу некого ДМК. Девушку, да, маму. Маму Кендра. То есть это, по сути, одна семья у нас присоединилась к нашему сообществу. Но вы знаете, по поводу того же ДМК я присмотрелся. Не знаю, вот это, наверное, хороший навык. Скорость набора опыта плюс 100. А еще, друзья, хотел бы у вас кое-что спросить. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Знающие люди, вот эта скорость набора опыта плюс 100. Она влияет только на ДМК или она влияет на всю нашу группу? Хотелось бы верить, что это баф, который дается всей нашей группе. И это было бы, конечно, очень здорово. Можно было бы ее какое-то время поддержать. Ну, а так-то я буду ее выгонять. Потому что выносливость на три звездочки. Ну, вы сами понимаете, на кошмаре выносливость. Это практически самый главный скилл у персонажа. Поэтому, наверное, будем выгонять. Насчет Кендры я не знаю. Но у нее тоже, смотрите, у нее тут все красное. Толком она ничего нам не дает. В общем, как-то непонятно. Как непонятно. По-моему, вот этот навык должен распространяться на всех. Ну, вот, допустим, та же патология, да, она же распространяется на все сообщество, правильно? Не только же на Кендру. По идее, литература это ускоренная прокачка. Это, наверное, здорово, я думаю. Ну, ладно, ладно. Будем разбираться, вы мне в комментариях обязательно напишите. Так, у нас есть задание у Итна под названием «Тайник». Отправьтесь в ресторан на поиски рецептурных препаратов. Это интересно, интересно, где это у нас находится. Давайте посмотрим. Ммм, а это чертовски удобно находится. Но торопиться мы не будем. Мы сейчас с вами поедем к вот этим ребятам. Это первый момент. Выжившие солдаты, союзная. Вот к ним бы... Нет, мы, наверное, заедем сперва к солдатам, выберем кого-нибудь себе в напарники, если это можно делать. Я думаю, что да. Я думаю, что это можно делать. Пока оставим вот эту группу обитателей в покое. Съездим к косарям, посмотрим, что им нужно. Что-то связанное с топливом. Сдается мне, что им нужен мешочек с топливом. Я на всякий пожарный... На всякий пожарный сейчас мешочек прихвачу с базы. Мне кажется, это будет правильное решение. А я уже пользовался здесь вызовом торговца. Торгового склада очень здорово. Ко мне пришел товарищ. Я вызывал, по-моему, с материалами связанный. Так, где склад? С материалами связанный. Взял у него пару мешков материалов и... Подзакинул. Двадцаточка у нас есть. Это здорово, на самом деле. Давайте возьмем мешок с топливом, потому что... Ну, как-то, вы знаете, непонятно, что им нужно к косарям, потому что название называется. Полный баг, да? Ну, вот что-то им нужно. Что-то нужно. Ладно, будем сейчас разбираться. Так, я вот думаю, что мы, наверное, с вами еще и... Бафнемся, да? Давайте. Вот здесь, вот здесь, вот как? Нет, нет, нет. А, температуру полечим само собой. И давайте сделаем еще вот такую фичу. Вот эту фичу, да? Это что? Восстановление от инфекции. Нет. Давайте-ка вот эту штуку запустим. Видимо, патология нам дает вот это восстановление от инфекции. Так, ну что ж. Давайте. Давайте выдвигаться. Проверяем, что у нас. А, смотри. Проверяем. Проверили. Ура. Я обычно привык, что у меня персы все подготовленные. Но помните концовочку? Как раз мы держали осаду нашей новой базы. И здесь творился дичайший ужас. И просто ад кромешный. И у меня, скорее всего, по нулям. Ну, почти по нулям, да? Давайте возьмем все. Перезарядимся. Посмотрим, что у нас останется. Наверное, не побрезгую захватить еще и коктейли Молотова. Черт его знает, куда нас тут занесет. Давайте петарточку возьмем. Ну, в общем, как-то так. Как-то так. Начнем. Дальше будет видно. Скопление тоже нужно с ними что-то решать. Они потихонечку копятся на карте. Посмотрим. Ну, прилично. Уже смотрите. Четыре только в этом месте скопления, да? Скватеры. Скватеры. Помню, помню, помню. Друзья, я думаю, что такое не забывается. Написали в комментариях к той серии. Самой кошмарной и адской серии. Из всех, что у нас были. Написали в комментариях, что дикое везение у меня какое-то было в этой серии. Ну, что ж. Теперь, друзья, самое вкусное. Вот он. Вот он. Набор для улучшения тяжелой техники. Погнали. Погнали. Тачка апокалипсиса. Так, вот это мы сразу забираем. Но, как, даже забираем и выбрасываем. Да. Мешочек. Да, смотрите, он подсветился. Значит, им нужно именно топливо. Мы сейчас вообще на изичах сделаем вот это задание. И поедем с вами. Точнее, через солдатиков проедем. Захватим себе какую-нибудь союзничку, напарники. Ммм, кстати. Стоп, стоп, стоп. В смысле? Это кто орет? Это же... Это же эти орут, да? Фиралы. Залезай. Ааа, стрёмное дело. Знать бы, где они орут, тварь. Я бы их сейчас всех пощелкал. У меня вот хп не полное. Вот это вот немножко я прошляпил момент. Видимо, Итану я восстановил температуру. Куда? И у него хп сразу. Давайте мы быстренько вот эту штуку провернем хитрую. Ааа, блин. Мы не провернем хитрую штуку, потому что я поставил таблеточный пресс. Да. Я поставил его не просто так. Я поставил его для того, чтобы немножко подделать лекарство. Но нам нужна вода. Вот в чем дело. Нам в этой серии желательно подключить аванпост с водой. Кстати, есть ли что-то здесь поблизости такое? Вот прям недалеко от базы. Постоянно безопасная зона. Нет, нет. Где-то, где-то же была вода. Близко, я помню, да? Мы с вами находили. Это, кстати, таинственный торговец. У него я уже побывал. Но у него, конечно, есть еще прикольные штуки, но у нас нет влияния. Так, лачуга. Нет, лачуга не то. Это топливо. Так, где-то, где-то, я же помню, была вода у нас. Вроде бы, где-то недалеко от старой базы что-то было подобное у нас. Нет, ветхий сарай. Не то. Вот, вот она, вот она штука. А, смотрите, тогда, наверное, давайте мы сейчас немножко сменим планы. Или нет, или да. Короче, ладно, ладно. Слишком долго думаю. А где я вообще? Да, мне вот сюда. Слишком долго думаю. Почему? Потому что хочется все успеть, но я знаю, что у меня влияния не так уж и много. Давайте мы, наверное, сейчас выполним задание, а воду мы успеем подключить. Просто хотел сфармить этих пацанов, на самом деле. Три ферала все-таки это здорово. Ну, может быть, сейчас еще и сфармим. Посмотрим. Нам нужно ехать. Да. По сути, в обратную сторону. Может, они услышали? Может, они прибегут? Да, один-один бежит. Хорошо. Давайте мы сейчас немножко оттянемся. Чуть-чуть проедем по дороге. Где у нас дорога? Вот здесь, да? Вот здесь тормознем. И сфармим. Да чертов гад, у меня не столько патронов, сколько... Сколько ты потребовал. Собачонка проклятая. Ну, хорошо. Третий не пришел. Ну, не пришел, и черт с ним. Так говорится. Не взял я канистру. В общем, ладно. Мысли куча. Мысли куча, а времени... Как всегда, не очень много. Ну, погнали, наверное. По-моему, по вот этой объездной дороге через солдатиков проедем. Заберем у них... Кого-нибудь себе в напарники. Давайте поставим меточку, чтобы не проскочить поворот. Кого-нибудь напарники заберем. Потом. А поможем косарям. Посмотрим, что им нужно. Потом. Потом еще чего-нибудь придумаем, я думаю. А солдатики-то вот они уже. Мы, может быть, с ними даже и торганем, да? Почему бы и нет? Все-таки у них может быть что-то. Если они солдатики, значит, у них может быть... Патрончики-то, оружие, что-нибудь такое. Нам вот это вот все нужно очень-очень. Так, окей, давайте раскоцаем всех вот этих вот. Они все держатся за бока, потому что... Потому что мы их тут недавно использовали. По полной программе. А, у них, конечно, хорошие штуки. Но у них ни черта нету практически, да? Смотри. Один не держится за бока, вот этот, брат. Дай-ка посмотрю на тебя. Исполнительность. Исполнительность. По-моему, это связано с оружием, насколько я знаю. А, нет, с оружием стрельба. Слушайте, он неплох. Он неплох. Секстинг. Спец по секстингу, друзья. Обязательно напишите мне в комментариях, что это значит, черт возьми. Ну, звучит это классно. Здорово. Ну, канистрочка, выпади. Выпади, канистрочка. А-а-а. Ну, вы знаете, тоже неплохо. Мы один отдадим, один себе оставим. Тоже, как говорится, неплохо. Окей. Ну, наверное, что? Берем товарища, который с секстингом у нас умеет заниматься, да? Качественно. Качественно и красиво. Меткая стрельба. Ну, у тебя выносливость не очень, а у тебя, коллега, как дела? Кстати, а мы же можем любого из них взять себе, да? Да, завербовать. Но нет, мы не будем, потому что у них какая-то есть интересная команда. Вроде бы звучит неплохо позвать их на сердце, да? Ну, как минимум, они хотя бы поотвлекают. Ну, стишка, смотри, а. Сыпанул меня с собакой. А, у чувака будет хлопушка-погремушка, да, получается. Ладно, сейчас сыпленно немножко прокачаем. Ох, красиво же, как он башку ему открутил. Что, погнали? Погнали, солдатик, посмотрим, так ли ты хорош, как про тебя рассказывают здесь ребята твои. Говорят, ты лучший среди них, да? Ну что ж, посмотрим. Потом мы с вами едем, наверное, к посреднику, сбросим ему челленджи. Возьмем, не возьмем, не знаю, потому что у него остается уже все такое какое-то. Какое-то не очень все. И там где-то еще тайник Итана. Это интересно звучит. И что же там в тайничке находится, тоже мы с вами выясним. Обожаю, на самом деле, вот этот микрик, во-первых, он на нескольких рассчитан. Так, ребят, там проблемы идут. Ну, в смысле, у вас проблемы. У меня вроде как все нормально. Так, отдать мешок с топливом, забирай, забирай. Соточка влияния назад вернулась, прекрасно. Ну, конечно, не один к одному, но все же, да, все же неплохо. У них есть еда. Так, ладно, пошла за ворота, давайте разберемся. Слушайте, то, что у него дробовик есть, это, в общем-то, неплохо. Дробовик кладет зомби практически без прицельной какой-то стрельбы. Это здорово. Угрожать? Нет, угрожать. Зачем? Инфраструктура. Кстати, а кто у них есть? Интересно, давайте-ка посмотрим. Садоводство. Комедиант. А, комедиант у нас уже был однажды, когда-то, когда-то, да. Лили, если я правильно помню. Так, ну-ка еще раз загляну. Вот снеки возьму. Как ни странно. Снеки возьму. Снеки пригодятся. Вот это еще прикольные снеки, да, тоже. Почти целиком состоят из витаминов. Так, наверное, устанавливают энергию. Прибирает немного очков здоровья, слегка утоляет голод. Хм-хм-хм. Заманчиво звучит. Ну, ладно, давайте пока влияние побережем. Не будем сливать. Так, Итан, давай разомнемся слегка. Да. Угу, хорошо. Еще немножечко прокачались. И далее что? Сейчас вот это вот товарища подкоцаем. Мм, я или он? Интересно, кто в итоге победил. Давайте, наверное, проедем мимо вот этих ребят все-таки. Так, а ты куда? Че ты побежал-то? Ну, обожди, давай, я помогу тебе. Че-то поломился куда-то. Че ты поломился-то, друг? Мы же с тобой это, вроде бы. Братаны? Нет. А че ты ломишься тогда? Бросил братана своего главной. Так, потеря топлива. Доплевать на потерю топлива. Есть выжившие, смотри. Хм-хм. Задания так и прут сами по себе. Давайте поедем. Давайте поедем вот сюда. Попробуем здесь сейчас посмотреть, что за выжившие. Неплохо бы еще поискать каких-нибудь феральчиков. Их фармить очень удобно. Очень легко. Я бы не отказался бы сейчас подфармить какого-нибудь ферала. А лучше даже трех. Так, ну что? Есть? Хорошо. А, у нас тут целая группка, да, намечается? Смотри. Нет. Намечалась, да не наметилась. Решили они не идти. Хорошо. Я надеюсь, ты не надуркуешь сейчас, да? Никто не выскочит тут из засады. Так, смотри. Нам на базе позарез нужны материалы. Похоже, они есть в желтом типовом доме. Но в одиночку я до них не доберусь. Поможешь? Я тебе что-нибудь дам. И мы их найдем. Эбигейл. Весельчаки. Эбигейл. Прикольно. Ну, пошли, Эбигейл. Узнавал я одну. Эбигейл. Хорошая была целительница. Так, а нам, собственно, да. На тачке? Ну, наверное, да, на тачке поедем. Кстати, смотри. Пацан трешечки пришли. Да? Ну что, геноцид, не геноцид? Или все-таки делаем красиво? Дробаш, дробаш, что творит? Дробаш, смотри, просто. Чфоник, чфоник. Готовы головы. Ну, если что, мы сейчас задом передаем всех. Вот, чем эта тачка крутая. Тем, что в нее залезают все. Это очень здорово. А, тут сердце? Слушай, не-не-не-не-не. Обожди, обожди, обожди. Так, что-то какая-то дичь пошла. Давайте-ка разберемся по шустрику. Так, еще вонючка, да? Где-то, хоба. Так, чувствуешь, что они будут бесконечно. Близо сердца, я думаю, может на это влиять очень сильно. Либо здесь просто заворота должна быть в принципе. Потому что мы выполняем задание, да? Возможно. Красиво, красиво. Не поспорю, но шумно, черт возьми. Очень. Ах ты ж, ладно. Так, давайте-ка сейчас заценим. Вот здесь по шустрику, что тут есть. Да, тут определенно что-то есть. Лутонемся, подкачаем немножко Итану запасливость. Пригодится. Там зомбач, смотри, вон в заборе вдалеке. Дороги. Подбагался, бедолага. Не может пройти. Так, болтики. Болтики хорошо, в принципе. Я делаю там потихонечку на базе, да? Подделываю боеприпасики. Вроде бы у меня пока ресурсов много. И химикаты, и болтики у нас, причем еще и дешевые. По 23 болтика за два ресурса боеприпасов. Это довольно-таки здорово. А зомби есть прямо в доме, я чувствую. По запаху в основном. Не-не-не, а не вот они где, смотри. Гаденыш какой, а ты смотри, что творит, а? О-о-о, там целая толпа, да? Слушай, а если? Давайте сфармим, в принципе, толпу, да? Так или иначе, если дурь произойдет, они прибегут всех. Там, конечно, остались сказочники, да? В основном. Ну, я думаю, наши сейчас разберутся и сказочниками в том числе. Красавчики. Все красавчики, молодцы. О, пакетик. Нет, получается, в доме нет. В доме никого нет, но были снаружи, я их слышал снаружи. Эбигал, забирай. А мне медикаменты даешь, да? Спасибо. Так, смотри. Смотри, она хочет с нами, да? Компьютеры, прикольно. Не, Эбигал, прости, прости. Местечко не найдется, к сожалению, потому что компьютерщик у нас уже есть. Это раз и два. Твоя выносливость. Твоя выносливость составляет желать лучшего. Ты уж извини. Мне нужен механик. Эбигал, не переучишься на механик этом часом? Нет? Не хочешь? Поговорю с ней, наверное, откажу ей вежливо. Извини, но мы не принимаем. Все-таки, друзья, мне нужен хороший напарник. Ну, в смысле, не напарник, а именно хорошую выживающую команду. Мне очень-очень нужен механик. Чертовски нужен. А не знаю, зачем я это делаю. Я осматриваю дом, который не лутается. Ну и к черту его. На сердце я бы сходил, но не пойду. Вот и вся история. Такая вот коротенькая, друзья, история произошла со мной тут давеча. Так, как мы поедем с вами? Ну, поедем мы вниз, да? Наверное, к посреднику. Я думал к этим пацанам заскочить, но так-то вроде вот смотрю, и вроде как мне к ним не очень нужно. Это Эбигал там стреляет, да? Походу пошла, наверное, своей дорогой. По своим делам. И потихонечку там отстреливается. Так, у нас есть поблизости где-то аванпост. Да, мне нужен этот аванпост. Я хочу пополнить... Боезапас. Мне нужны патроны. Я сейчас на базе сделаю себе патронов немного. Потому что боюсь, что, может быть, любые заварухи сейчас начатся, и потом будем страдать. Кстати, а он до сих пор не лутаный. Ну, давайте, давайте. Ладно, это сделаем по-быстрому. Что тут снеки есть, да? Я помню, я помню, что этот аванпост до сих пор у меня не лутаный. Так, мешочек, мешочек. Ну, давай, братья, давай, брать. Нам, позарез, нужен механик. Просто как воздух. Ремок нет вообще. Я, конечно, могу вызвать торговца. Вроде это все выглядит не особо сложно. Да, вызвал торговца, купил у него, пожалуйста. Но нам очень-очень нужен мистер механик. Либо книжка. И кто-то, у кого этого навыка нет. Ох, жесть тут кого-то расплющила. Прикол. Так, торганем-ка мы сразу с Малави, да? Сдадим ему вот эту вот шляпку. Хорошо. И давайте вот что делаем. Сейчас зайдем на базу. А что тут делается, я забыл. А, боеприпасы. Не, давай-ка мы отменим. Мне сейчас нужны патроны. 7,62, да? За 6. Ой, жесть какая. За 6 штук. Ну, это дорого, конечно, черт возьми. Очень дорого. Доберу-ка я вот так вот, пожалуй. Так, так, так. Вот это, вот это. Остальное вроде все нужно. А, и мы, наверное, можем еще и починиться, да? Если... Ну, по крайней мере, меч нужно починить точно. Вон у нас почти, смотри, 700 болтиков. Прикольно. То есть, в принципе, можем пока... Да, кстати. Кстати, да. Поставлю-ка я вот эту штуку. Водичку еще нужно в этой серии подключить. Потому что мы не умеем делать с вами лекарства из-за этого. А вот она, наша будущая база, друзья. Да, и именно после вот этого ресторанчика, который мы заняли в прошлой серии, мы с вами будем переезжать вот сюда. Обязательно, не волнуйтесь. Я просто хочу реально пожить на разных базах. Потому что занять топовую базу не проблема. Выносливость. А, вот смотри, водоснабжение. Водоснабжение. Но, с другой стороны, у нас здесь есть аванпост. А вот здесь... Вот здесь, да? Где-то. Нет. А где мы находили, кстати, эту штуку? Водоснабжение. Вот здесь. Вот здесь вот у нас аванпоста нет. Вроде есть неподалеку, да? А есть где-нибудь еще водоснабжение? Вот, смотри. Давайте, да, мы сразу с вами и то, и это, и вон то, и вот это. Короче, все сделаем сейчас сразу. Ну, тогда поехали. Обязательно прислушаемся к феральчикам и будем фармить. Не будем упускать ни одного. Будем оттягиваться, отъезжать и стрелять издали. Так, а еще нам как-то нужно поворот не пропустить, но еще пока не поворот. Вау. Крутой. Крутой отряд. Спецотряд. Называется «Умри все живое». Кстати, неплохо было бы еще и осмотреться, я вам хочу сказать. Вот здесь как раз есть пара вышек. Погнали, наверное. Вот сюда, да, осмотримся. Нам, кстати, еще и точила стоит. Прикольно. Давай-давай, братан, давай. Кроши всех, тварей. Итан, Итан. В пиратской шляпе по-португальски заговорил. Ты смотри, а. Все-таки влияет, да, шапочка? Наверное. Так, смотри. А что у нас здесь? О-о-о. Возьмем. Вот эта тачка тоже неплохая, да? Какая у нее вместительность, кстати, что я не обратил внимания? Шесть ячеек. Маловато будет. У нас, по-моему, девять, да? Так, где? Вот она, вот она, крутая вышка. Нам нужно с нее сейчас осмотреться. Зачекаем округу, будем знать, что тут и где. Немножко можно подкачать еще Итана, да? Вот пока, пока зомби такие простенькие. Там крикунчик стоит, вижу. Конечно, вот если всматриваться слишком детально во все происходящее... Вот я не знаю, как вот тут рвотный рефлекс держать, да? Когда... Ну просто вот, посмотрите, сколько ошметков, крови какой-то, жижи, да? Нападение зомби. Да как, черт возьми, не вовремя, а? Честно. Успею я до посредника. Не, ванпус занимать не надо. Просто не хочется тратить боеприпасы. Нам придется возвращаться. Нам придется возвращаться, с этим ничего не поделаешь. Сейчас мы на вышку тогда... Ммм... Примерно прикинем, сколько времени нужно до посредника. Может быть, я просто сброшу у посредника вот эти два челленджа, заберу свою награду. Мы просто с вами отправимся обратно, чтобы не терять времени сейчас там на продумывание, какие нам еще челленджи там нужны и так далее и тому подобное. Берем. Ну что, поехали, осмотримся по-быстренькому. Региональная больница какая-то, прикольно. Так, Пахтун, ты там где? О, смотри. А мы можем его сейчас достать? Можем. Хорошо, сфармим влияние. Так, 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 где у нас? Вот здесь. Слушай, а что-то... А, все места осмотрены, понятно. Красиво, да? Еще и эхо такое раскатистое, обалденно. Хотя крутейшие патроны трачу. Но, с другой стороны, ладно, мы сколько сейчас влияние получили? Ну, много получили влияния. Очень много. Несколько тысяч. Так что нам, я думаю, хватит на патроны вполне себе. Так, солдатик что-то там ворчит, бубнит. Но, ладно, нам некогда сейчас разбираться. Что ему там не нравится? Нам нужно ехать дальше. Так, дальше куда? Дальше у нас посредник по плану. А там и водоснабжение. Я боюсь, не успею на базу. Ну, ладно, если не успею, то черт с ним. Хотелось бы успеть, конечно. Не хотелось бы потерять сейчас боеприпасики. Просто на ровном месте. Но если вдруг так получится, что я не успею, ну что ж. Так тому и быть, значит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Подожди, поехали. Да, вы знаете, что-то какая-то она прям по сравнению с тем микроавтобусом. Вот эта машина прям очень какая-то такая вообще. Ну, сказать неуправляемая. Нет, я бы не сказал, но какая-то прям такая. Слишком заносчивая, что ли. Не знаю, но вы поняли. Я думаю, вы поняли, что я имею в виду. А что за больница? Что это вообще такое, интересно? Нет, пожарная часть. А, тут еще и тайник. Короче, у нас куча дел на самом деле. Ты разобрался там, солдатик? Родненький. У нас тут еще один пассажир. Отстал. Вышел на остановке покурить. Мы забыли его забрать. Бежит, бедолага, уже. 20 километров за нами. Ну вот, началось, да? Походу, да. Ладно, ничего страшного. Терпимо. Так, ну что, братан, давай, давай, что он мне почитается. Давай вот это, давай вот это. Все, хорош долбить. Малави, успокойся. Хорош долбить. Дай мне поговорить с последником нормально. Так, смотрим, что тут у него еще? По-быстренькому. Вот по-быстренькому давайте. Это нет. Вот это. Подорвать зомби. Холодным оружием. Чумные сердца. Ну, можно вот это взять, да. Попробуем добить как-нибудь его. Сами. Так, а что еще? Канистры с горючим. Эээ, пикап. Безумная норма. Так-то вроде вот у нас уже все есть, да. Вот это можно добить. Но, с другой стороны, мне вот не очень вот это нужно. Ни дробовик этот не очень нужен. Не знаю. Кринляки из пистолета. ППШ-41. ППШ у нас вроде есть, но вот это какой-то ППШ интересный. А давайте возьмем. Может, когда-нибудь развлечемся. Там гниляки из пистолета. Прикольно. Наверное. Так, давайте, наверное, еще разок сейчас запустим вот эту штуку. Потому что чувствую, что мы не успеваем на базу. По ощущениям. Так, где-то здесь тайничок. Тайничок Итана. Кстати, что там за тачка? Родрейсер. А, понял. Это маленькая легковушка. Быстрая, скорее всего. Но она, по-моему, здесь полностью раздолбанная. И здесь скватеры где-то неподалеку. Нам желательно... Аккуратненько, аккуратненько тут крутиться, мотаться. Черт его знает, что этих скватеров на уме. Ты уверен, что это легально? Я не знаю. Рестурант у него был несколько правильных кодов, но они всегда берут свою лейсенцию. Ты запарил, чувак. Ну дай кого-нибудь хоть. Что творит, а? Смотри, на Кузмана и просто растрепал его. Скорее всего, мы не успеваем с вами на осаду. Как ни крути, я думаю, 4 минуты. А еще нужно воду здесь подключить. Вот именно в этом месте нам бы не помешал аванпост на самом деле. Так, по-моему, нам сюда. Угу, неплохо. Братан, готовься отбиваться, возможно, сейчас придут. Может быть и нет, а может быть и да. Фералы. Фералы, фералы, фералы. Так, секунду, сейчас давайте не будем торопиться. Нужно спозиционироваться, где фералы находятся. Вот это мы убираем. Малави, забирай-ка ты сразу вот эту шляпу. Что там есть у тебя нормальная, нет? Ничего. Вот это вот забираешь. Вот где он рявкнул? Есть тут вышка неподалеку? Ну так-то есть, так-то есть. По-моему, вот по ощущениям... По ощущениям, вот где-то вот в той стороне он рявкнул. А вот они, походу, да? А ну подожди. А ну подожди. Солдатик, жалко. Солдатик, бейся. Я помогу. Хорошо, я помог. Так, фехтование еще немножко прокачало. Здорово. Вы знаете, в этой серии докачать бы фехтование, и это был бы обалденнейший бонус. Просто офигенный. Плевать. Плевать вообще. Плевать на всех, говорю. Отобьемся. Не бзди. А там солдат, смотри, отворит. Беспредел. Че ты его гоняешь? Давай, добей, пошли дальше. Жестко. Так, смотри, вот здесь тоже что-то можно залутать. Не будем брезговать. Мы по-любому не успеваем на базу. Ладно, я сперва вроде порывался, но понимаю, что я не успеваю. Физически не успеваю на базу доехать. Да и надо ли это? Ладно, потеряем там два или три боеприпаса. Ну сколько там получится, они отобьются. Ничего не поделаешь. Не всегда все должно идти гладко, не всегда все должно идти по плану. Да и, насколько мы с вами знаем, здесь вообще по плану никогда ничего не идет. Слушай, смотри, что-то насыпает Ресов, да? Какая-то клетушка. А Ресов тонна в ней лежит, просто тонна. Прикольно, кстати. А, ну да. Так, погнали. Сейчас добьем, наверное, вот это место. Местечко неплохое определенное. Есть смысл, наверное, добить здесь лут. Да, смотри, тут еще один мешок был, оказывается. Занятие ванпост. Нет, занимать, наверное, я его не буду. Не вижу в этом какого-то прям великого смысла. Так, зомбачи. Слушайте, ну неплохо затарились, кстати говоря. Да? Мешков. Посмотрим, где у нас было водоснабжение. А прямо рядом с посредником практически в упоре. И чертовы скватеры там еще. Ну, то, что они там близко, с одной стороны хорошо. То есть мы можем взять пятидесятку, например, да? Если она у нас есть свободная. Но, по-моему, у нас все пятидесятки розданы. Джаггер? Ну да, смотри, топотун. Что-то затопотел, засуетился. Не, ну мы сейчас его обманем. Вот так вот уедем. Бачком-бачком. И подальше от него. Поедем воду подключать. Так, ладно. Коль же начал беспределить, да? Давайте уже до конца добьем. Всю вот эту компашку. Ну, а с остальными, я думаю, так разберемся. Так, пошумел, пошумел. Ничего, я думаю, справимся. Так, для начала давайте снимем часового, наверное, с вот этого он по стадо. Стоп, а с какого снять? Ну, а давайте посмотрим, во-первых, по карте, потому что нужно как-то так снимать грамотно, чтобы в итоге у нас оставались аванпосты как-то разбросанные адекватно, да? То есть, по сути, зачем нам вот этот аванпост не нужен, да? Как понять какой-то аванпост и как именно с него снять? Не знаю. Наверное, никак мы не поймем, да? Ну вот как понять? Свил Чиллз, аванпост 5. Кстати, кстати, возможно, это нам что-то дает, да? Наверное, он последний. Мы его вроде бы последний подключали, да, насколько я помню. Как раз где-то в тех краях, да, чтобы скинуть там лут, по-моему, когда сердце растрепали. Мне кажется, да. А, неплохо. А, неплохо. Слушайте, ну мы сейчас, конечно, подсбросимся, естественно, да, подключим аванпост и сбросим барахлишко, которая у нас уже тут скопилась, ну, изрядно. Хорошая вылазка получилась. Вызовет торговца материалами, радиокоманда доступна. Но пока нам не нужна эта команда, пойдем-ка мы подключим воду. Неплохо бы, конечно, в этой серии, может быть, еще сердечко растрепать. Но это, конечно, план максимум, так скажем, да. Я думаю, что я вряд ли успею. Тысяча. Отлично. Берем аванпост. Прекрасно, прекрасно. Все. 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 Так, 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 вот это все вроде как нужно. Канистра, по-моему, у меня есть в машине, но мы сейчас это еще проверим. Мы сейчас до тачки сгоняем. Так, давайте вот, кстати, сейчас что еще сделаем. У нас есть водичка, соответственно, боевой дух должен был приподняться. А, так, 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 что я хотел? Я хотел вот эту штуку сделать. Вот эту. Воу, неплохо, неплохо. Вот это затарились. В принципе, здорово. У нас получится тачка фуловая, чисто, чисто мешками одними. Так, канистричку оставим, пакетики уберем, мешочек. Ну, вроде-ка все. Ну, вроде все, что нам нужно, да? Так, там что-то наверху. По-моему, ничего нет, но на всякий случай загляну. Да, действительно, ничего нет. А вот это какой-то огромный комплекс. Надо, наверное, его тоже облутать, потому что нет смысла сейчас вот так вот уезжать. И оставлять этот огромный комплекс не облутанный. А там могут быть и мешки, и вот уже на улице что-то появилось. Плюс, наверное, мы должны прокачать запасливость, когда облутаем вот это вот все дело. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Ремки нужны. Вот ремки нужны очень. А, это пожарная часть какая-то, скорее всего, да? Да, пожарная часть Санта Майл. Прикольно. Восемь ящиков. Ну что, погнали. Ну, так как у нас аванпост здесь сейчас, да, у нас получается безопасная зона. Ремка, прекрасно. Да, безопасная зона довольно большая, то есть, за счет аванпоста. И мы можем, по идее, наверное, даже лутаться быстро. Даже если мы пошумим когда-то, я думаю, что не должны зомби прибежать. Хотя, как сказать. Не, подожди, дай-ка мы этого парня так. Мог бы убить его скрытно, но смысл в том, что я решил именно так, потому что нужно прокачать фехтование. Довольно большая пожарная часть, смотрите, да? То есть, мы с вами зашли в огромный зал, он же гараж, он же и тренировочный зал. Там стояла штанга в углу, но при этом у нас одна из восьми областей только исследована. Еще одна ремка, слушайте, ну кайф, просто кайф, обалденно. Пока живем, пока все здорово. А что, кстати, она дает пожарная часть, сбор топлива? Ну, как бы пока не требуется. Мне кажется, топливо это самый такой, самый ресурс, который меньше всего требуется, наверное, вот. Прям так, чтобы катастрофически. Медицина может не хватать, еды, наверное, да? Там, я не знаю, патронов очень часто не хватает на Кошмаре и подавно, наверное. Так, еще где-то две коробочки нужно найти. Вот одна. А, стоп, стоп. Слушайте, максимальный уровень запасливости шикарно, шикарно. Моя ставочка сыграла на то, что облутаю это все и получу максималку. Здорово. Так, смотри, а вот где-то ж коробочка осталась, да? Прикольно. А ну? А где? Может где-то на улице? В здании она бы, по-моему, подсветилась, насколько я знаю, да? А, вон она, смотри, где-то. Она и подсвечивается, собственно. Канистрочка. Но мы на грамме, на грамме. Слушайте, еще один мешок, жестко. Но мы сбросим сейчас. Все это дело подсбросим. Так, а здесь что? А, и здесь еще... Жесть какая. А я забыл про этот мешок, слушайте, прикольно. Так, а вы знаете, я боюсь, что нам не хватит... Не хватит места в машине. То есть нам нужно три мешка забрать, да, получается. Но мы тогда топливо себе и два мешка еще заберем. Это самый дорогой микроавтобус в мире, друзья. Он так выглядит. Как выглядит самый дорогой микроавтобус в мире? А вот так. Забитый полностью лутом под завязку. Так, и погнали за последним. Здоровская вылазка получилась. Вы знаете, иногда все-таки экшен должен меняться действительно полезными занятиями. Вот как сейчас. Потому что сейчас, ну, мега полезное занятие на самом деле. Нормально, все нормально. Не дрейфь. Все, поперли. Так, мы тайник сделали почти, да? Ах, дожди, дай добью. Красиво. Тайник почти сделали. Все, 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 Итан, скоро-скоро отдохнем. Скоро, братан, потерпи. Там он, видишь? Виш ходит. Какие товарищи? Бум. Один с влияния. Ну, шикарно, да? Вообще здоровский. Нет, дайте выложу обратно. Красотич-то какая, а? Ты смотри. Так, на скватеры. Скватеры пока живите, твари. Пока живите. Ну, мы, наверное, тоже дорогой поедем. Я не хочу мудрить. Спущусь я здесь по скалам. Там уже дорога более-менее знакомая. И погоним с вами на базу. Обитатели дела сердечные. Нет, нам однозначно нужно сейчас на базу. Сейчас только на базу. Дальше решим. Главное, не наехать ни на какого гнилика. Вот это будет вообще не к месту. Так, стоп. А куда я? Дайте-ка сориентируюсь. Ну, в принципе, ладно. Здесь проедем. Тут, правда, Джаггер копошится в кустах. Ой, я куплю 40-миллиметровый гранатомет, братан. Мы с тобой обязательно пообщаемся. Я тебе гарантирую. Я тебе это просто гарантирую. Бум. Можно было бы формануть, конечно, отрядик задом, да, покататься. Это так, мысли вслух у меня возникают. Еду, как Чукча. Что видишь, что и пою. Так и тут. Ну, микрик, конечно, шикарен в этом плане, да, вот после апгрейда. Во-первых, он достаточно быстрый. Я вот серьезно, сколько я на нем катаюсь. Катаюсь я на нем уже много в каждом, наверное, сезоне. Я катаюсь именно на этой тачке. Во-первых, вместительность. Во-вторых, внешний вид классный тоже, да, весь такой в трубах. В железках. Там Манючка, смотри, шел, да, к нам. Так, посмотрим, как лучше проехать. Че-то много всего, смотри. И бродячий торговец, и такой, и такой. Поехали пока по дороге. Там дальше решим. Мм, скопленицы. Ладно. Толку от скоплений, если нам надо сейчас сбросить. Сбросить барахло. Слишком много всего, слишком много ресурсов, чтобы сейчас просто вот это дело как-то подставить. Ну, ресурсы-то мы в меньшей степени подставим, но заморочки со скоплениями просто не нужны. Еще сейчас вдохнешь, случайно. Пойдешь потом сюда пешком за этой машиной. Так. Смотрите, да, нейтральная группа. Уцелевшие солдаты. Они, кстати, пришли снова. Были такие солдаты, я помню. Они на меня обиделись за то, что я им не стал помогать, и ушли просто из города. И смотрю, что они уже пришли заново. Не волнуйся, не волнуйся, солдатик. Родненький. Все нормально, прорвемся. Я, он видишь, там, с температурой катаюсь, и все хорошо. Так, по-моему, нам вот сюда. Да выпендривались, друзья. Дверочки сбивать нужно до поры. До поры. Не стоит слишком много колотить дверкой по зомби. Да, здесь торговец, ладно. Сейчас посмотрим, может быть, после сброса ресурсов где-то поблизости мы с вами найдем скопление. Ай, тачка же у нас точно. Я уже забыл про нее на самом деле. Забыл про то, что точила у нас-то. Вон она, смотри, какая вообще. Конечно, парковаться здесь мега-мега неудобно. Не люблю вообще вот такие вот штуки. Не люблю парковаться передом, люблю задом. Для начала, для начала, погнали, посмотрим, сколько у нас каких ресурсов и вообще, что нам нужно сбрасывать. Топливо точно можно, да? Можно патроны, но патрон в нас нет. Тогда топливо швыряем, наверное, сразу два. Смотри, за выполнение заданницы прилетело. Здорово. Так, вот это вот. Ладно, давайте посмотрим, во-первых. Нет, не то. Давайте посмотрим по экрану базы. Мы можем с вами улучшить медпункт. Улучшение медпункт 3. И тогда у нас, по идее, появится возможность крафтить крутые пузырьки, да? Скорее всего. Но для этого нам нужен еще будет фармацевт. Кстати, все складывается, в общем-то, круто на самом деле, да? Может быть, мы сейчас с вами сделаем все немножко не так. Смотрим, медицинка, медицинка. Не хватает нам до улучшения склада, да, двух ресурсов. Так, ну тогда ладно, тогда стандартный. Стандартный пока маневр. Переложим все ящики. Ну, в смысле, все мешки. Потом решим, что нам нужно будет, потому что сейчас что-то голову ломать. Помещается, не помещается. Отлично. И нам нужно починить наш чудесный транспорт, иначе мы с вами рискуем. А-а-а, тут еще не везде подойдешь к нему. Так, ну что, одна ремка есть. Вроде бы, да, вот так-то по внешнему виду починка не требуется. Ну, немного, наверное, требуется. Но вот отсутствующая дверь, это на самом деле проблема, поэтому надо чинить. Любой ферал меня вытащит сразу из тачки и начнет бить. Мне по голове больно ногами. Я бы не хотел. Нет, заправка еще пока не требуется. А, канистры у меня есть. Кстати, кстати, давайте-ка вот так сделаем сейчас. Вот это вот туда. А ну, заценим, что же за тачка такая диковинная. Воу, воу, воу. Не, она крутая, конечно, конечно, крутая. Тут даже вариантов нет. А ну, вместительность стандартная. Не, ну круто, круто. Выглядит, конечно, здорово. Она непрактична, но она крутая. Так, погнали. Сейчас пополним боекомплект. И что? И нам надо со скоплениями решать вопрос. Наверное, может быть, одно, может быть, два. Мы захватим. А что там, обитатели? Свалили, да? Просто взяли и ушли? Эх, ребята, ребята. А столько с вами было пережиток. Хороших моментов, да? Классных, здоровских. Что-то просто взяли и ушли. Потому что я не заехал, не помог. Так, задание появилось-то вот в течение этой серии уже не было. Я прекрасно это помню. А до этого у обитателей вообще не было никаких вопросов ко мне. Ну, вот такие вот они, эти обитатели. Взяли и свалили. Так, Итан, давай-ка ты выкладывай вот это все. Что там у тебя с патронами? Добери. И, наверное, отправляйся-ка ты спать, друг мой. Дальше мы сами как-нибудь. Сами, но возьмем кого? Вообще, конечно, Итану бы добить. Просто почему спать отправляют? Добить мы фехтование, мы добить успеем. Это не проблема. Смысл в том, что сейчас, когда кофе перестанет действовать, он свалится вообще без задних ног. Поэтому лучше мы с вами возьмем нашу лису. Нашего лидера. Классного и крутого. И что? И сгоняем на скопленице, да? А ближайшее где? А ближайшее вот. Пожем, кстати, скатануться через торговца. Скатануться. Что-то ты скатанулся в край. Интересное. Интересное словечко. Скатануться. А, петарды, кстати. Я бы сделал, наверное, еще. Как раз сейчас мастерская апгрейдится. Да, 28 секунд. Подождем, подождем. Ничего страшного. Что можем еще сделать? Да много чего можем делать. Но вы знаете, я бы эту базу, конечно, не старался бы апгрейдживать. Прямо вот так вот до упора. Да? Потому что нам же все равно переезжать со временем. Так, уже темнеет. Уже темнеет. Это плохо. А у кого там, кстати, задание висит? Скопление наказания. Вилли Питти. А-а-а. Ну так да ладно. Тут я согласен. Да. Наверное, мы и пойдем за Вилли. Потому как за него, наверное, повыгоднее будет. Ну, как раз мы еще и получим за это задание. Тогда окей. Берем тебя. Я думаю, что успеем, наверное, какое-нибудь одно скопление. Как раз, собственно, по заданию одно и нужно скопление уничтожить. Единственный момент у нас проблемы с чем? У нас проблемы с оружием. Его вот вроде бы много. А вроде бы и нет. А вроде бы и взять нечего. Потому что элементарно у даже глушителя нет. Ладно, убираю эту штуку. Чинимся. Ну, наверное, МПХу тогда берем. Какие варианты? Никаких особо. Побольше возьмем патронов. Коктейли Молотова. Да, вот видите, все-таки у него мало ячеек. Невыгодно. Невыгодно для... Для чего? Для кошмара, да? Выбирать таких персонажей. Все-таки запасливость, поход. Это обалденные навыки для кошмара. Просто лучше. Давайте сделаем немножко еще петард. Ну так, про запасик просто пока я вспомнил. Сделаем. Шесть. Хорошо. Но на одно скопление нам точно должно хватить. Даже без вариантов. Поедем ночью. Опасно, но ничего страшного. Не знаю, зачем ты это делаешь. Потому что я просто хочу пробежать мимо здания, но персонаж все время выбирает. Именно вот этот маневр никогда не выбирает по-нормальному, чтобы просто пройти мимо и все. Все время выбирает вот этот маневр. Что-то решил, я не знаю, затрепать вот эту стайку. Пускай. Лишним, как говорится, не будет. Заодно и пакетик взяли. Хорошо. Рядом есть что полутать, но это мне работа между серий предстоит. Так, кстати, кстати. Я, наверное, не взял ему самое главное. Конечно же, медицину взял, а самое главное не взял. Ладно, ничего страшного. Чуточку серии у нас будет подлиннее, но я думаю, что вы уже привыкли, наверное, что у нас может быть серия и подлиннее. Так, я самое главное не взял ему вот эту штуку. Ну давайте хотя бы три. Три снэка возьмем. Три пачки снэков. Ну и поедем, наверное, на новенькой, да? Я думаю, никто не против скататься именно на ней. Тачка-то крутая. Спору нет. Канистру не знаю, брать не брать, но она фуловая. Я думаю, что не обязательно. Так, выезжаем с базы. Три ферала, смотри, классно. Ну, с одной стороны классно, с другой стороны как-то вот не особо. Ох, а их там больше. Жесть. Нет, их три. Просто они там мечутся с такой адовой скоростью, что я нифига не успеваю понимать, сколько их. Ну, друзья, ну 150 влияния. Ну как мимо пройти? Ну 150 влияния, черт побери. Невозможно, невозможно просто взять и пройти мимо группы фералов. Если бы мне кто-нибудь сказал, что я буду говорить эту фразу... Подождите, глянем, торговец бродячий 11 минут, успеваем. Посмотреть хотя бы, что у него есть. Если кто-нибудь мне сказал, что я буду говорить эту фразу, играя на кошмаре, да? Еще и радоваться, что я встретил трех фералов. Никогда бы в жизнь не поверил бы, наверное. Не знаю, что у него есть. Так, заценим, что у тебя там есть, братан. Медицина. Ммм, полезно, но нет. Спасибо. А что еще? В основном тебе медицина, да? Это что-то, как табличный пресс. Такое у меня есть. Набор для наложения шин. Успокаивает нервы. Так, изначально средства использованы... А, все, понял, что это такое. Не, ну так-то вроде бы прикольно, но... Но нет. Может быть мешочек с медицинкой прихватить? А что, ферала сфармили? Сфармили. Вот на мешочек и нафармили как раз. Хорошо. Мешочек прихвачу, пускай будет. Ну, а в остальном, в остальном все нормально. Так, ну что же, что же. Вот оно первое скопление. Совсем недалеко, 200 метров, и мы на месте. Главное, чтобы больше никого там не было. А там есть джаггер, джаггер. Миг джаггер. Нет, ну вы знаете, мы в принципе сейчас вот сюда вот отъедем. Вот здесь запаркуемся. Я думаю, джаггер за нами не побежит такое расстояние. Жесть, вот это плохо, черт возьми, ты и запарил. И надо так делать. И надо так делать. Там два крикуна. В принципе, изи. Нам лопнуть это скопление. Ну, вы знаете, прошло прям, прошло практически идеально. Практически. Один только гад у меня не подгорел. Так, ну вы знаете, я думаю, что солдатик, конечно, устроит нам шороху тут. А, я забываю, у нас же точно, он же стелсовый. Он же может быстро ходить. И быстро заходить. Может тоже. Чертов гад. Ладно, вроде никто не услышал. Я думаю, полутаем напоследок мы вот этот вот. Что это такое? Какая-то забегаловка, магазинчик? Да, что-то такое. Полутаем сейчас быстренько. Вот, 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 вот. Вот это полезная тема. Боевка все-таки крутая в этой игре, конечно. Вот все движения, все так четко сделано. Обалденно. Наверное, списывали, я думаю, ну, по-настоящему, как там, захватывали движения. Да, специальной программой такой. Здорово. Прям вот боевка, особенно фехтование. Как это все эпично выглядит. Просто обалденно. Хм-хм. А неплохо. Так, ну, где там что-то? А у нас скрытность же, по-моему, не на максимум, насколько я знаю. Посмотрим. О, просто не на максимум. Ну, просто вообще жесть какая прокачанная. Так, где-то еще третий ящик. Машина, что ли, считается третьим ящиком? Как-то странно. Ну, давайте пойдем посмотрим. Может быть, да. Ты больной, что ли? Ты больной, что ли? Да, это был действительно последний. Нет, ну, походу, вы два этих самых, да? Два дебила, это сила, короче. Понятно. Ну что, друзья, я думаю, что, наверное, на этом моменте на уничтожении скопления мы с вами и закончим. Таинственный торговец. У него, конечно, есть прикольные штуки, но, вы знаете, пока, пока нет. Пока мне не очень нужно. Там к нам тоже идет таинственный незнакомец какой-то на базу. Ну, я не знаю, может быть, возьму задание, чтобы оно не исчезло. Но, скорее всего, тут они исчезают. Вернусь я уже, думаю, своим ходом спокойно на базу. И в следующей серии мы вновь с вами встретимся в округе Дракер. И снова продолжим наше эпическое кошмарное выживание. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В комментариях обязательно пишите советы, предложения и пожелания. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.